Изъятые умерших органы могут разрешить вывозить за пределы страны. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Ильжан Бертанов. Такие новшества предусмотрены в законопроекте по вопросам здравоохранения. Словом Бертанова, вывоз органов и тканей будут осуществлять исключительно при необходимости оказания медпомощи. О том, в каких случаях дадут добро на экспорт, расскажет моя коллега Упан Бегалина. Упан, добрый день, ты в эфире. Спасибо, Эльвира. Тема донорства в нашей стране обсуждается не первый год. Все мы помним, что даже есть прецеденты, когда известных трансплантологов судят за незаконное изъятие органов. Чтобы исключить факты мошенничества, в стране создают реестр доноров. Сейчас он проходит тестирование на безопасность. При этом доступ к системе будут иметь исключительно координаторы трансплантации. К слову, сейчас в интернете можно найти объявления с добровольцами, которые готовы продать свои органы. Более того, чтобы связаться с ними, люди оставляют свои номера телефонов. Мы попытались с ними связаться, но все они были отключены. Между тем, Ельжан Бертанов напомнил, что в стране с 2009 года действует норма презумпции согласия на изъятие органов у умершего человека. Безусловно, необходимо четко разграничение вот этого процесса передачи и соответствующие нормы. Они присутствовали ранее, в том числе и нотариально заверенное согласие на донорство со стороны живого донора. Вместе с тем, конечно, не всегда это возможно проконтролировать. В этой связи определенные меры мы приняли в отношении того, что, во-первых, четко ограничены организации, которые могут заниматься такого рода. Это только государственные организации. Многие факторы происходили в частных организациях, которые получали это решение. Еще один важный вопрос, который затронул главный доктор страны – вакцинация. По мнению Ельжана Бертанова, рост непривитых лиц приведет к формированию неиммунной прослойки населения, к снижению коллективной защиты и развитию вспышек эпидемии. Родители, отказываясь от вакцинации своего ребенка, ограничивают права ребенка на здоровье. В прошлом году среди заболевших корью зарегистрирован 21 летальный случай, из них 19 детей. Напомню, сегодня в стране прививки разделены на обязательные и добровольные. Также предусмотрено, что допуск в детские дошкольные учреждения детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в детском дошкольном учреждении. Понятно, что эти вопросы не первый год обсуждаются в стране и не раз были случаи, когда они принимали резонансный характер. Отмечу, что в стране планируют создать национального оператора. Через него будут реализованы 20 крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство и ремонт многофункциональных медицинских центров через проекты ГЧП. С учетом этого остается только надеяться, что новые поправки в законопроект улучшат систему здравоохранения. Эльвира, и на этом у меня пока вся информация к данному часу. Передаю слово тебе. Благодарю, УПА.